Томат черника. Томаты черника не относятся к генномодифицированным продуктам. Сорт выведен биотехническим путем из плода индии гросс, имеющего фиолетовый окрас. В итоге получили новую разновидность с довольно крупными плодами. Томаты черника – характеристика и описание сорта. Томат черника круглой и плотной формы, с глянцевой поверхностью. В период полного созревания приобретают бордово-черничный окрас не только кожица, но и мякоть. Отлично подходит для открытой почвы и выращивания в теплицах. Помидоры черника относятся к ранее спелым эндотерминатным видам. Интервал от прорастания куста до образования спелого плода составляет 95-100 дней. Одна кисть приносит от 6 до 8 томатов, каждый из которых весит 150-180 грамм, а это значит, что урожайность помидоров высокая. Так как томатные кусты очень высоки, с длинными и тяжелыми ветвями, со временем им нужно натягивать опору и посинковать. Помидоры черника к формированию куста строгих требований нет. Достаточно оборвать нижние листья, а концу августа предотвратить его дальнейший рост, обрезав верхушку. Если выращивать в теплице, необходимо обрывать все боковые веточки и посинков, чтобы оставался лишь центральный ствол. В хороших условиях плоды помидоров собирают до октября, поэтому в холодных регионах выращивают в теплицах, в теплых регионах, на открытой почве. Так как кусты высокие и тяжелые, им необходима опора. Подпору изготавливают в виде решетки. Вдоль редко вбиваются столбики и на них натягивается веревка, к которой привязывается куст. Посадка. Сажать рассаду необходимо в заранее приготовленные лунки на расстоянии 50 сантиметров. Между рядами придерживаться ширины в 70 сантиметров. Предварительно в ямке насыпается половина литра компоста, 2 часа. Лист суперфосфата, 1 час л. Мочевины, 1 час листа сульфата калия. По окончании высадки рассаду необходимо полить. Обратите внимание, саженцы необходимо окучивать после каждого орошения. Это необходимо для того, чтобы куст рос на грибне. Рассада. Как правильно вырастить рассаду? Во второй половине марта семечки томата выкладывают на влажную поверхность земли и сверху посыпают грунтом на 4-6 мм. Во избежание сухости земли необходимо закрыть сверху полиэтиленом. Для прорастания семян важно поддерживать температуру плюс 22-23 градусов. После их прорастания пленка снимается. Перед высадкой на участок саженцы необходимо закалить, поэтому за 2 недели до этого температура понижается до плюс 19 градусов. Дополнительная информация. Если рассада активно растет, но на ней мало цветения, требует из минерального компоста исключить азот и добавить фосфор. Преимущества и недостатки. Преимущества томата черника. Нетребовательность. Стойкость к вредителям и болезням. При употреблении томата черника улучшается зрение, укрепляются кровеносные сосуды, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых. Заболеваний проводится профилактика раковых заболеваний, укрепляется иммунная система. Недостатков у сорта 2 нельзя выращивать в открытой почве в местности, где теплый сезон короткий, позднее созревание, конец июля, начало августа. В кратком описании помидора черника можно сказать следующее. Растение неприхотливое и не нуждается в большом внимании. Плоды крупные и их много на кусте. Томат не только вкусный, но и полезный. Благодаря этим качествам томат черничка завоевал популярность у дачников.